всем привет возможно это видео самое лучшее что я делаю для русскоязычного ютюба может быть самое лучшее что я могу сделать для своих друзей кто не хочет ходить психоаналитику welcome заниматься собственным дзеном что называется собственно что же это это упражнение коуча ольги губановой а не люблю всякие бодряшки типа встань иди у тебя все получится но я люблю прикладные инструменты мне очень повезло этот метод как выйти из тупика также если например у вас противоречивые чувства метод помогает разобраться в себе вы скажете да я и так все знают я и так все чувствую да действительно но мы где-то чувствуем на второй на третий уровень своего сознания те это техника глубинных ассоциаций вот эти глубинные ассоциации они порой позволяют открыть глаза на то что ты чувствуешь на самом деле в этой же технике рассказывается как выйти из того или иного состояния на эту технику сейчас вам покажу я до сих пор не пытаюсь разобраться еще я обязательно оставлю здесь внизу ссылку на эту статью чтобы если вам что-то непонятно вы смогли разобраться с помощью этой статьи если ты это знаешь что у тебя есть как говорится в предупрежден вооружен то у тебя есть шанс это исправить собственно давайте приступим собственно что вам понадобится вам понадобится ручка и листочек и желательно хотя бы полчаса свободного времени и настрой вас ничего не должно отвлекать важные замечания которые говорит ольга собственно я могу сказать то же самое ассоциация должна быть именно ваша когда вы пишете эту ассоциацию она должна конкретно у вас появляться в голове если это просто стереотипная ассоциация там например и не знаю яблоко красной да и вы пишите красный потому что там ну это стереотипная ассоциация то это неправильно если например у вас голове вот прям отчетливо появляется червивая 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 ольга пишет об этом еще Если у вас в голове появляется слово, оно назойливое, то не надо этого избегать, оно тоже является вашей ассоциацией. Ещё один важный момент. Если писать какую-то ассоциацию, её надо очень точно. Понятно, что ассоциация одним словом и так далее. Например, у меня была ассоциация попа, слово, но красивая попа. А я написала просто попой. Потом начала понимать, что у меня всё валится, не в то русло идёт. Всё потому, что я не уточнила, какая. Потому что с попой просто у меня одни ассоциации, а с красивой попой другие. Это важный момент. Для себя помечайте какие-то вещи, чтобы вы ярко понимали, что это за ассоциация. Кстати, в ассоциациях нельзя повторяться. Если у вас всплывает одно и то же слово постоянно, вы его вниз просто записываете. Если ассоциация не даётся, нужно расслабиться. Не думайте головой, размышляйте всеми ощущениями. Итак, начинаем. Задаёте вопрос. Далее ставите в столбик 16 цифр. Под этот вопрос у вас должно появиться 16 ассоциаций. Они не должны повторяться, как и в последующие туры. Они не должны ни в коем случае повторяться. Я буду вместе с вами выполнять это упражнение. Для себя я беру вопрос. Почему я не начинаю свой бизнес? Меня что-то сковывает. Я так и напишу. Скованность. Потому что я это чувствую. Меня как будто бы плечи сводят. Я не знаю ещё, во что это выльется. Я просто пишу, что я чувствую. Я не размышляю о том, правильно это ассоциация или нет. Дойдя до 16 цифры, вы делаете парные ассоциации. То есть берёте слова первое и второе. И на вот это вот совокупность этих слов делаете ассоциацию. Вот что я делаю теперь. Я делила себе, чтобы было более заметно. Теперь я соединяю вот эти пары. Первое слово и второе слово. Третье слово и четвёртое слово. Пятое и шестое. Ну и так далее. У вас появляется второй столбик, в котором будет уже 8 ассоциаций. И далее, и далее будет уменьшаться, пока у вас не останется всего лишь одна ассоциация, которая вырастет из крайних двух. Теперь я опять же отделяю. И делаю то же самое, только уже на эти слова. Имеющиеся у меня. Тоже их соединяю по два. И тоже буду сейчас придумывать на них ассоциации. И остаётся у меня в треугольнике тайна, безответственность. И что у меня тайна и безответственность. Интересно. Надо подумать. В общем-то, итог совсем неожиданный. Тайна и безответственность у меня. Я так обозначила одним словом. Мы получаем треугольник. У меня треугольник. Это грааль, назовём его так. Тайна. И безответственность. Давайте поговорим о ключах. Три последних слова, которые у вас образуются. То есть финальная ассоциация скрытая. И два слова, которые к ней привели. Основной треугольник, по которому вы должны задать себе вопрос. Вот эти вещи помогают прийти к цели или отодвигают от неё? Это очень важный момент. Я надеюсь, что это упражнение вам действительно пригодится. Если у вас будут какие-то вопросы, возможно, я смогу на них ответить. Напишите их в комментариях. Огромное ещё раз спасибо за это упражнение. Оно действительно крутое. Упражнений очень много. Люди давно живут и многие вещи придумывали, чтобы самоочищаться. Мы любим самообманываться. Так давайте ещё и самоочищаться. Пока, ребята. Всем мир.